В России прошло заседание Совета Российского Союза Ректоров. Обсуждался самый главный вопрос дня – формирование национальной системы высшего образования и уход от баллонской системы. Прежде всего, речь идет о возвращении специалитетов взамен бакалавриата и магистратуры по некоторым направлениям, перечень которых будет готов к 2024 году. Пока Министерство образования и науки сообщило, что хочет ограничить выбор направлений для поступления в магистратуру, ведь несоответствие профиля степеней негативно сказывается на качестве образования. В погоне за вот этой модой на бакалавриат мы перевели все программы. В результате попытки ряда вузов втиснуть в четырехлетний бакалавриат содержание прежних пятилетних программ иногда привело к снижению качества образования, несистемным знаниям у студентов. И в итоге, по ряду направлений, часть вузов, если посмотреть, мы в итоге вернулись с вами, только в другой форме. Давайте отвяжем бакалавриат, вернее специалитет, и сделаем его нормальным, полноценным, самостоятельным уровнем образования, у которого будут такие же права, как и у бакалавриат. И посмотрим, дадим возможность выбирать абитуриенту, работодателю, университету свободу дадим. И мне кажется, что это как раз расширение тех возможностей, о которых идет речь, потому что наша с вами задача создать такие возможности. Ключевой принцип баллонской системы – это мобильность студентов, возможность обмена, когда учащийся мог на полгода-год уехать в вуз в другой стране без каких-либо экзаменов. Это позволяло не только российским студентам учиться в европейских вузах, но и иностранным студентам учиться в России. 20-летний опыт реализации базовых принципов этой образовательной системы показал, что часть из них оказались недостаточно эффективными. Сейчас признание российских дипломов на Западе стало неактуальным, поэтому пришло время создавать свою систему. Задача российского государства, конечно же, сформировать свою собственную систему образования. Возможно, что-то возродить, то, что было утеряно со времен Советского Союза. Не надо выплескивать вместе с водой из купели ребенка. Есть хорошие моменты и в двухуровневой системе образования. Существование двухуровневой системы и специалитета, как одноуровневая система, закреплено в федеральном законе об образовании. Профильный комитет Думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России уже начал работу над практическими шагами по выходу из баллонской системы. Следующим шагом может быть изменение или отмена ЕГЭ, а также повышение уровня системы образования в целом. Алина Красильникова, Тимур Табаров, Универньюз.